Солянников Максим Игнатьев. Еще раз скажем, боксер из Новосибирска Максим Игнатьев. Да, очень долго Александр шел к месту в сборной и удивительным образом на пути у него был всего лишь один его соперник, который он никак не мог пройти, это его земляк. И вот Александр занял место в сборной, удачно выступил на чемпионате Европы. И теперь он доказывает на финале чемпионата России, что именно он лидер в этом весе. Вообще, на мой взгляд, это один из самых интересных боксеров сборной. Он очень... Вообще, вот, мне импонирует его манера ведения боя. Чем-то она напоминает профессиональный бокс. Он мало двигается, он плотно стоит в ринге, занимает серийный, постоянно давит. И, в общем-то, бьет очень жестко. Ну и показывает красивый бокс. Еще один подопечный, Халила Лукманова. Посмотрим, как здесь уральская школа. Постоит за себя или нет? Да, не спешат у боксера. Нельзя делать ошибки в самом начале боя. Есть установка по целый поединок. И боксеры выполняют эту тактику, которую они обсуждали с тренером. А ведь вы знаете, что каждый раз, когда боксер, даже не важно, он боксирует после, скажем там, его полуфинале или через финале, его пара первая и последняя, боксеры просматривают обязательно бои своих потенциальных соперников, чтобы сравнивать, чтобы как-то строить планы на последующий бой. Ну, знаете, хочется сказать о Максиме Игнатьеве, что, в общем-то, он на этом чемпионате попал в такую серьезную переделку. И то, что он дошел до финала, говорит о многом, потому что соперники у него были. Один сильнее другого. Хотя бы то, что он обыграл Геннадия Ковалева, это уже говорит о многом. И Михаил Ратников, кремер Игнатьев, в общем-то, доволен тем, как он провел этот чемпионат. То, что он дошел до финала, уже большой успех. Знаете, я вот уже боюсь ошибиться. Я еще уже два раза ошибся в бое Абзолимовой, в бое Селимова, сказав, что боксер выглядит не настолько уверенно. Вот здесь также точно выглядит намного увереннее Соляников, все-таки он опытнее и интересен. Но бокс, как всегда, непредсказуемый, и все может случиться. И точное попадание, и нокдаун, и даже нокаут. Мы надеемся, здесь не будет никаких таких страстей. И, естественно, я болею за своего земляка Александра. Ринг все покажет. Ну, опять же, у Соляникова два секунданта и тренера, это Хали Лукванов и Сергей Новиков. Так как Соляников также представляет Челябинскую область. Ну да, равный первый раунд. Продолжается финальный поединок весовой категории до 64 килограммов. Красной формы Александр Соляйников, синий, соответственно, его соперник Максим Игнатьев. Счет не открыт, как вы видите. Очень напряженный проединок. Примерно такой же, как и в весовой категории предыдущей. Еще один фаворит. Александр Соляйников пока не может распечатать никак своего соперника. Он будет остыть, как стало много интереснее. Темп повысился. И оба боксера стараются, стараются набрать очки. Они не просто вышли в ринг сохранить. То есть не пропустить ни одного удара. Наоборот, как можно больше нанести. Ну, по крайней мере, оба очень активны. И тут нужно и тому, и другому за активность дать большие плюсы. Но нет точных попаданий. Это говорит о том, что с защитой и у того, и у другого все в порядке. Не то, что они не умеют правильно атаковать. Они хорошо бьют и хорошо защищаются. Счет 0-0. Половина поединка уже прошла. Вот в одном из предыдущих боев была такая же интрига. До последнего был счет 0-0. И уже на последней минуте последнего раунда все-таки распечатал. Ну, пожалуйста. Такой футбольный термин есть применять. Наоборот, соперника. Лаганов и победил неоднократного чемпиона России и Европы. И мира. Ну, а здесь подходит к концу второй раунд. Да, все та же картина. Знаете, бой напряженный, но ни тот, ни другой не могут как-то вот какую-то планку взять, другую планку, чтобы начать побеждать. Вы знаете, мне кажется... Мне кажется, и тот, и другой довольно однообразны в этом поединке. Знаете, однообразный потому... Никаких загадок друг друга. Потому что они равны по силе. Скорее всего, вот так вот. Ну, и неплохо знают друг друга, конечно. Встречались на многих российских турнирах. Даже, возможно, ребята тренировались вместе на одном их подготовительных сборах. Соляников постарше, поопытнее. Но пока это ему не приносит определенных дивидендов. Ну, знаете, осталось всего лишь три минуты. Я вижу, ни тот, ни другой спортсмен не устал. Сил очень много. Здесь просто нужно... Ну, просто нужно атаковать. Очень много. Из тех, скажем, 20-30 нанесенных ударов, ну, два, ну, три, ну, должны пройти. Вот три минуты всего лишь осталось боксерам находиться в ринге. И пора уже чего-то предпринимать. Понятно. Ну, вы вспоминали предыдущий бой. Там ведь то же самое было. Каждый боится ошибиться, но что-то нужно делать для победы. А просто думать, что-то новое придумать, это мало. Нужно делать просто. Ну, нужно просто атаковать. И бить очень жестко и точно. Усилимов атаковал, атаковал. Видите, ничего не добился. А один точный удар Ваганова, который только в третьем раунде проснулся, даже к середине третьего раунда, принес ему победу. Вот давайте поэтому не будем загадывать. Давайте ждать, что сейчас нам... Что нам покажут ребята в этой трех минутке. Да, ну, по крайней мере, Абзолимов, представитель Нижнуральского бокса, уже проиграл. Иссорянников должен побороться. Ну, да, постоять, да, зачастливая школа. Ну, должен, безусловно. Мы же не можем сказать, что он не хочет этого сделать. Хочет, конечно, но соперник пока этого ему не позволяет. Еще раз скажу. Максим Игнатьев прошел очень сильных соперников. Единственное, конечно, в полуфинале ему достался в общем-то уже боксер, в котором, в победе, над которым можно было не сомневаться. Это был Артем Зайцев. И то, в общем-то, со счетом 6-2 всего выиграл Игнатьев тот полуфинальный поединок. Ну что же. Две минуты впереди, счет 0-0. Интересно, как, вот если будет счет равный 0-0, как же судьи будут определять победителя? Ну, мы же говорили уже, да, что кто поактивнее, кто в общем больше нанес ударов. Будут считаться те удары, которые судьи нажали, но они не были определяющими. Скажем, двое судьи нажали, а трое не нажали. Да, вероятно, компьютер там... Да, конечно, все считается. База данных остается, и по ней, по этой статистике будут считать количество нанесенных, но не засчитанных ударов. Вот минуты до конца. А счет... А счет очень футбольный. Нет, ну вы знаете, ну вот, сейчас, мне кажется, удар вашего земляка достиг цели. Ну, нет. Странно, а вот что-то я не понял. Посмотрите-ка, две минуты всего. Нет, ну тут-то ошиблась компьютерная графика наверняка. Все прекрасно, знаете? А, вот смотрите, действительно, и в зале кричат, ошибся секундометрист, господа. Бывает и такое. Судья секундометрист, ошибся раньше, на минуту раньше, долгом. А сейчас мы посмотрим, что будет. Интересно, бой продолжится. Завязывают перчатки снова, по-моему, да, или нет? Нет, нет, снимают. Да, 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 одевают перчатки, посмотрите, еще минуту будут боксировать. Ну да, вот, когда так часто меняются правила, уважаемые телезрители, когда часто меняются правила, такие казусы случаются. Даже судьям можно запутаться. Было две минуты, да. Что еще недавно, боксеры боксировали четыре раунда по две минуты. А сейчас три по три, но вот секундометрист не учел. Его штрафула сегодня точно, да. Да, что уже год другие правила действуют, и дал гонг намного раньше. А мы погрешили на компьютерную графику на нашем коле. Это было в одном из боев примерно то же самое. Я тоже не понял в начале. Там буквально на секунд, по-моему, 15 бой закончился раньше. Я еще удивился. Неужели графика так неправильная? Вроде бы у нас электронный секундомер, все видно, да. Он никак не может там ошибиться. Ну, казус, казус, конечно. Об этом будут долго говорить и писать. Ну, минуту добавили. Вообще, непонятно. Сейчас мы не видим секундомера, что происходит, и как. Ни счета, ничего. Вообще, ведь на мониторах же есть счет, счет, количество секунд до конца. На мониторах это все выводит та же самая графика. Вот, естественно, зрители увидели и сказали. Вы слышали крики? Вы слышали крики из зала? А почему-то сейчас убрали у нас графика. Ну, так, вот бой закончился, давайте ждать. Интрига. Ну, что, 0-0? В этом лихо закрученном бою. Вот, видите, ручный секундомер, все по новой. И сейчас нам объявит победитель. Вообще, был ли удар? Или все-таки счет так и остался, 0-0? Вот этого сейчас не скажут нам, безусловно. Мы не знаем. Но, мне кажется, бой проходил в таком же ключе, как и все предыдущие два раунда, с чемпионом России 2012 года. Итак, ждем. Александр Соляников. Нет, все-таки Соляников. Все-таки Соляников. Да, он был чуть поактивнее. Итак, он в общем, постоял за Челябинскую школу бокса, выиграл золотую медаль и по-прежнему считается первым номером сборной России. видим яркие моменты этого боя. Они по праву яркие, на самом деле бой был интересный, но ни одного нанесенного удара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА